А какой твой любимый фильм ужасов? Фауст 21 века представляет 253 человека. Это количество убийств, если добавить сюда всех невинных людей, убитых в первом и во втором сезоне сериала «Охотник за разумом». Но в сериале не показано, кем именно были эти убийцы в реальной жизни. Присоединяйтесь ко мне, и вы узнаете о реальных серийных убийцах, которые встречаются в двух сезонах «Охотников за разумом». Меня зовут Фауст 21 века, и добро пожаловать в колыбель ужасов. Субтитры подогнал «Симон» «Колыбель ужаса» Ну а перед тем, как перейти к убийцам, обсудим главных героев сериала. Привлекательный и многогранный человек, руководитель «Охотников за разумом» Холден Форд, которого сыграл Джонатан Грофф. Он также существовал в реальной жизни. Это бывший агент ФБР Джоан Эдвардс Дуглас, автор книги «Охотник за разумом». Особый отдел ФБР по расследованию серийных преступлений. Дуглас – один из ведущих экспертов США в области серийных убийц, который организовал программу составления профилей преступников на базе поведенческого отдела ФБР. В «Охотнике за разумом» есть еще один специалист – Билл Тенч, военный ветеран, сыгранный Холтом Маккеллани. В реальной жизни это был Роберт Ресслер, бывший агент ФБР, который также внес огромный вклад в развитие поведенческой науки ФБР. Как и в сериале, так и в жизни считается, что именно Ресслер придумал термин «серийный убийца». Также этот мужской коллектив разбавляла прекрасная Венди Карр в исполнении Анны Торф. В основе персонажа лежит Энн Уолберт Бёрджес, которая в 70-е плотно изучала способы лечения людей, переживших изнасилование, и жестокое обращение. Она сотрудничала с двумя вышеупомянутыми агентами, и ее вклад в создание поведенческого отдела ФБР сложно оценить. Эта троица взяла интервью у десятка серийных преступников, которые когда-либо существовали. И изучали их психологию. Хотя в сериале имена героев вымышлены, что сделано для того, чтобы провести черту между реальностью и вымыслом, и художественным воображением сценаристов. И, кстати, на моем канале есть интервью Дугласа и Энн, которые рассказывают все подробности их реальной работы с убийцами. Ссылка в описании. Ну а сейчас перейдем к реальным серийным преступникам из двух сезонов. Думаете, легко сломать человеку челюсть? Могу показать. Для этого нужна практика. В эпизоде седьмом и восьмом нас знакомят с новым заключенным по имени Джером Брудос. Нам сразу показывают, что он доминирующий и пугающий человек. Убийцу сыграл Хэппи Эндерсон. И актеру удалось показать, каким был настоящий Брудос. Брудос, как и многие серийные убийцы, рос с чувством ненависти к своей матери, которая часто унижала и оскорбляла его, и говорила, что она жалеет, что он родился не девочкой. Все это привело к сильнейшей ненависти ко всем женщинам. Женские туфли были его фетишем. Ему было всего 17, когда он убил Линду Солоусон. Впоследствии его поместили в психиатрическую больницу в штате Орегон, где он просидел почти год. После этого он начал вести относительно нормальную жизнь. Женился, у него родилось двое детей. Брудос вел двойную жизнь. Днем он был женатым человеком и отцом. Ночью он душил и убивал молодых девушек, чтобы получить сексуальное удовлетворение. В сериале его преступления начинаются в 1968. В конце 60-х он убил от 4 до 7 женщин. Пока полиция искала убийцу, он получил прозвище «Похотливый убийца» и «Убийца-обувной фетишист». Странно, но он одевал женскую одежду, когда убивал и расчленял своих жертв. Видимо, потому что его мать всегда хотела, чтобы он был девочкой. Нередко он сохранял части тел своих жертв, как трофеи. Наконец, полиция поймала Брудоса в 1969. И после ряда тестов и интервью, его признали вменяемым. Информацию, полученную во время интервью, оказалось очень полезной для ФБР. Интервью позволили изучить психологию преступника, которая была типична для многих других. В 2006-м, после 37-летнего заключения, Брудос умер от рака печени. Я был много где и много чего видел. Но я никому не навредил, потому что никто на меня не жаловался. Ричард Спек, который появляется в девятом эпизоде сериала. Спек олицетворяет человека, которому на все наплевать. В сериале мы видим его, как настоящего монстра с нарушенной психикой. Один из запоминающихся моментов сериала, когда Форд применяет новую тактику. Он опускает себя до уровня Спека и подвергает риску своего коллегу. В реальной жизни Спек прославился тем, что убил несколько человек всего за одну ночь. Однако ходят слухи, что он годами убивал людей в штате Индиана и Мичиган. Его даже подозревали, но ему всегда удавалось уйти от наказания. 13 июля 1966-го он ворвался в дом, где проживали 9 студенток, медсестер Чикагской больницы. Хотя он и раньше совершал разного рода преступления, эта ночь была проявлением ужасной жестокости. Он связал их и поместил каждую в отдельную комнату. Он заходил каждый в комнату, издевался и убивал. Он убил 8 человек той ночью. Однако вы помните, что девушек было 9. Видимо, он потерял счет, так как одна девушка смогла спрятаться под кроватью и дождаться его ухода. Ей удалось рассказать о том, что случилось. И эта история сразу же попала в заголовки газет. Она смогла вспомнить отличительную черту Спека. На левой руке у него была татуировка со словами. «Родился, чтобы разверзнулся ад». Это показано в сериале, когда Форд увидел возможность заставить Спека говорить, притворившись его поклонникам. Форд сказал, что очень хочет увидеть его знаменитую татуировку. Спека арестовали и обвинили в истязаниях, насилии и убийствах. В 8 случаях. Он провел 28 лет в заключении, но скончался он от сердечного приступа в 1991. На этой записи, которую показали после его смерти, видно, как он занимается незаконными вещами, будучи в заключении. Как вы себя чувствуете после убийства тех девушек? Так же, как и всегда. У меня нет никаких чувств. Общество было в ярости, что такой человек, как Спек, живет так, как ему нравится. Если бы они только знали, как мне было хорошо, они бы меня отпустили. В эпизоде 4 мы видим разговор с человеком, которого нам представляют как Монти Ресел. Хотя он согласился на этот разговор, становится ясно, что он не заинтересован в нем. В ходе всего интервью мы видим это безразличие и даже какую-то раздраженность. Становится очевидно, что далеко не все серийные убийцы будут так же заинтересованы в разговоре с полицией, как Кэмпер. Настоящий Монти Ресел не столь хорошо известный серийный убийца. У него было тяжелое детство. Он презирал свою мать за то, что она бросила его отца, когда Монти был еще совсем маленьким. В 12 лет он совершил свою первую кражу со взломом. Спустя 2 года его арестовали за угон машины и изнасилование соседки под угрозой ножа. Все это привело к тому, что большую часть жизни он провел в различных учреждениях. Однако ему удалось убедить руководство, что он делает прогресс. Но оказавшись на свободе, он начал совершать свои страшные преступления. Когда он получил письмо от своей девушки, в котором она сообщила, что расстается с ним, он приехал к ней в колледж и стал шпионить. Он увидел, что у нее появился новый парень. Это только добавило ему ненависти ко всем женщинам. Поздно вечером он припарковал машину на стоянке, куда также подъехала одинокая женщина. Буквально за минуту он напал на нее, приставил пистолет и заставил ехать в уединенное место у реки. Там он воспользовался ей. Оказалось, что она была куртизанкой. И хотя она была перепугана, как говорил Риселл, она не боялась заниматься с ним сексом. И даже спросила, понравилось ли ему. Это вывело его из себя. Он также сказал, что она пытается контролировать ситуацию и даже притворилась, что ей понравилось. Это только укрепило его убеждение в том, что все женщины шлюхи. Когда она попыталась сбежать, он начал душить ее. Ударил ее по голове камнем и утопил ее в реке. Впоследствии он убил еще четыре женщины и изнасиловал двенадцать. Он успел совершить все это к девятнадцати годам. При этом он продолжал убеждать руководство учреждений, что он делает прогресс. В 1977-м его посадили в тюрьму, где он отбывает множественные пожизненные заключения. Ей просто не повезло, что я был там, когда она пришла домой. Самый известный убийца, который появляется в первом сезоне сериала. Это убийца студенток, или Эдмунд Кэмпер, ростом 2 метра и весом 113 килограмм. Этого преступника великолепно сыграл Кэмерон Бриттон. Кэмпер, которого мы знаем по сериалу, имеет невероятное сходство с реальным человеком. На самом деле в сериале встречаются прямые цитаты Кэмпера из его интервью. За неделю до ее смерти я знал, что я ее убью. Она ушла на вечеринку. Когда она пришла домой, я проснулся. Зашел к ней в комнату. Она лежала и читала книгу. Она сказала, что я опять собираюсь разговаривать сам с собой всю ночь. Кэмпер вступил на путь преступника в очень раннем возрасте. Ему было 15. В это время он жил со своей бабушкой и дедушкой. 27 августа 1974 года, когда дедушка ушел за покупками, у Кэмпера возникла ссора с бабушкой, и он ее застрелил. По его словам, он хотел отомстить ей. Затем он стал ждать возвращения дедушки. Как только он его увидел, он вышел из дому и застрелил его. Он объяснил, что застрелил дедушку только потому, что не хотел, чтобы он видел, что его жена умерла. Затем он позвонил в полицию, и его поместили в психиатрическую больницу. Несмотря на это, у него уже появился вкус к убийствам. Через 6 лет ему удалось убедить руководство больницы, что его можно отпустить, и он вышел на свободу в 21 год. Хотя в сериале герой утверждает, что он вышел из больницы неустойчивым молодым человеком, он жил одиноко вместе со своей матерью, которая постоянно его третировала. Частично именно это и заставило Кэмпера пойти по пути преступлений. С мая 1972 по апрель 1973 Кэмпер убил старшеклассницу и 5 студенток. Со временем он планировал убить и ее. 20 апреля 1973, дождавшись пока она заснет, он жестоко убил ее. Затем он позвонил ее лучшей подруге и попросил прийти. И тоже убил ее. Это был финал его убийств. Он позвонил в полицию и признался, что это он был убийцей студенток. Джон Дуглас считал Кэмпера одним из умнейших людей, у которых он брал интервью. Кэмпера уже больше 70 и его считают образцовым заключенным. На самом деле Кэмпера уже несколько раз предлагали досрочное освобождение за прилежное поведение. Но в 1995 Кэмпер отказался от возможности такого освобождения, заявив, что ему не место в нормальном обществе. Также мы встречаем Эда во втором сезоне, когда агенты пытаются встретиться с Мэнсоном. Также на моем канале вы можете найти несколько роликов про Эдмунда Кэмпера. На протяжении всего сериала зрители видят одного и того же человека из компании по установке систем безопасности. Но нам, как зрителю, до конца непонятно, кто он и какое отношение имеет к сериалу. Постепенно мы начинаем понимать, что это будущий серийный убийца, который готовится к преступлению и становится все уверенней. Хотя пока он никого не убил, но зритель почти уверен, что это будущий маньяк. Я думаю, что через него авторы сериала хотят нам рассказать историю становлению серийного преступника. Этим загадочным персонажем является Денис Рейдер или убийца Битикей. Он был ветераном воздушных войск и президентом правления церкви. Хотя его внешность выдавала в нем самого посредственного человека, на самом деле это была очень проблемная личность. Он убил 8 женщин и 2 мужчин в Канзасе. Он проникал в дома своих жертв и ждал, когда владельцы дома вернутся. Когда они приходили, Рейдер связывал их, истязал и убивал. Самое ужасное в том, что он часто одевал маску и одежду своих жертв и фотографировал себя связанным, реконструируя их смерти и возвращаясь к этим воспоминаниям. Он является одним из самых известных серийных убийц в истории США. Он был неулавим и стал настолько уверен в себе, что стал писать письма, прикрепляя рисунки и даже присылая кукол в правоохранительные органы. Свои письма он подписывал как Битикей. Это имя он дал себе сам. Это сокращение от слов связать, изнасиловать, убить. Последняя сцена первого сезона сериала посвящена именно Битикею. И во втором сезоне мы видим его рост как преступника. И заглядываем в обстановку его семьи, где никто не подозревает о истинности его действий. Однако может пройти несколько сезонов, пока его поймают. Если поймают вообще. Сейчас действие сериала разворачивается в 1970-х, а арестовали его только в 2005-м. Сейчас Деннис Рейдер жив и отбывает 10 пожизненных сроков. У меня есть несколько вещей, которые я называю проектами. Где есть разные люди в городе, за которыми я слежу. Кейт Брайан должна была стать моей следующей жертвой, я полагаю. Почему? Я просто ехал на машине и увидел, как она с кем-то заходит в дом. И я подумал, что это шанс. Хотя в сериале его упоминают только в интервью с Элмиром Хенли, Дин Коррелл это серийный убийца с самым большим количеством жертв. С 1970-х по 1973-й он похищал, истязал более 28 подростков и молодых людей. Эти преступления получили название «массовые убийства в Хьюстоне». У Коррелла было два сообщника, Дэвид Оуэн Брукс и Элмир Уэйн, которые помогали заманить молодых людей. А за это Коррелл обещал им наркотики, выпивку и деньги. Но как только они попадали к нему в квартиру, он привязывал их к специальной доске и подвергал пыткам. Коррелла прозвали «Кэндимэн», так как его семья владела конфетной фабрикой в Хьюстоне. И Коррелл нередко бесплатно раздавал местным детишкам конфеты. Конец убийством положил выстрел Элмера Хенли в Коррелла. Позже Элмер показал полиции, где были спрятаны тела. Сейчас Коррелл отбывает вечное наказание в аду. Бесправо на досрочное освобождение. На моем канале есть подробный ролик про Дина Коррелла и его преступления. Хенли исполнилось только 17, а он уже убил семерых человек и помог в похищении еще 12 для Дина Коррелла. В период с 1970 по 1973 Хенли привел несколько молодых людей, которые были его друзьями, в квартиру Коррелла, где он творил с ними свои грязные дела. Позже Хенли привел молодого человека и 15-летнюю девочку. Коррелл был в ярости, что к нему привели девочку. Их ссора привела к тому, что Коррелл вынудил Хенли выстрелить в него, заявив, что у него не хватит смелости это сделать. Но, по всей видимости, смелости ему хватило. После этого Хенли освободил двух своих друзей и вызвал полицию, где и признался в совершении убийств. На суде Хенли обвинили в совершении шести убийств, а седьмое убийство Дина Коррелла посчитали мерой самозащиты. Сейчас он находится в тюрьме в Техасе, где отбывает наказание в 99 лет. Сейчас ему 64 года. Встреча Уильяма Пирса и Холдена Форда, которая была показана в третьем эпизоде второго сезона, состоялась спустя почти 10 лет после его повторного заключения. Несмотря на то, что психологи считали его опасным, в 1970 году Уильяма Пирса досрочно освободили из тюрьмы, где он отбывал наказание за совершение ряда преступлений в течение одного года. Пирс изнасиловал и убил предположительно 9 человек, двух мужчин и 7 женщин. В сериале показана его любовь к сладостям, что основано на фотографии из его тюремной камеры и списка разрешенных для передачи вещей. Было известно, что уровень его IQ едва достигал 70, и есть предположение, что его вынудили дать признательные показания, когда шериф избил его до полусмерти. Сейчас ему 88, и он отбывает пожизненное заключение. Летом 1976-го убийца сын Сэма держал в страхе улицы Нью-Йорка. Он убил шестерых и ранил 7 человек. Как говорил сам Берковиц, это убийство его заставил совершить демон, который жил внутри соседской собаки. Берковиц издевался над полицией, присылал им письма и обещал дальнейшие преступления, что привело к крупнейшей операции по поиску человека в истории города Нью-Йорк. Его поймали, когда местная женщина заметила, как мужчина наблюдает за ней из своей машины, держа в руке темный предмет. Она вспомнила, что чуть ранее утром здесь была полиция и выписывала квитанции на штраф. Полиция выяснила, что одна из машин принадлежит Берковицу, и в ней они нашли мешок, в котором была карта с местами преступлений и письмом с угрозой в адрес инспектора Тимоти Дауда из рабочей группы по поиску сына Сэма. Как показано в сериале, Берковиц любил внимание прессы, что привело к изданию закона сына Сэма, направленного на то, чтобы не дать преступнику получить финансовую выгоду от публичности, создаваемой совершенными преступлениями. На пресс-конференции в феврале 1979 года Берковиц сказал, что его прошлые заявления о том, что он был под контролем демона, были обманом, чтобы отомстить миру за то, что его отвергли и причинили ему боль. Сейчас Берковиц содержится в тюрьме Нью-Йорка под именем Сын Надежды. Он взял это имя после того, как стал членом евангельской христианской группы. Когда я стоял на горе, я сказал, сделай это. Это нужно сделать. Если ты это не сделаешь, то это сделаю я. Пожалуй, это самые известные убийцы во втором сезоне. Чарльз Мэнсон и его последователи, которые совершили 9 убийств, в семи из которых Чарли и был обвинен. Он создал то, что впоследствии назовут семьей Мэнсона. Разнородная группа, состоящая в основном из женщин, которые видели предсказания в песне Beatles Helter Skelter, описывающие апокалиптическую расовую войну. Женщины говорили, что эти убийства помогут разжечь войну. А Мэнсон, предположительно, заставлял их писать слово «политическая свинья» и рисовать лапу черной пантеры, чтобы заставить всех думать, что убийство совершали черные пантеры. Как показано в сериале, Мэнсон отстаивает свою теорию. Текс Уотсон, который контролировал группу, которая убила Шерон Тейт, сказал, что Мэнсон на самом деле хотел начать расовую войну. А убийство Тейт было подражанием преступлениям, которые совершил друг Мэнсона, Бобби Басалей. Мэнсона приговорили к смертной казни за его участие в преступлениях. Но потом, после отмены в штате Калифорния смертной казни, наказание сменили на пожизненное заключение без права досрочного освобождения. Мэнсон умер от сердечного приступа в возрасте 83 лет в ноябре 2017 года. Любопытно, что актер Дэймон Хэриман, сыгравший Мэнсона, еще и сыграл его в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Хотя его обвиняли только в одном убийстве, Эдисона Баррелла, гомосексуалиста-критика, его подозревали в совершении еще шести убийств. В 1970-х годах в реке Кудзон были найдены останки мужчины в пакетах. Ни один труп не был опознан. Однако по одежде полицейские вышли на магазин в Гринвич-Вилледж, которые обслуживали гомосексуалистов, а также нейропсихиатрические отделения медицинского центра при университете. А так как Баттерсон обслуживал оборудование для неврологии, то он стал главным подозреваемым. Однако никаких доказательств его причастности к преступлениям обнаружено не было. Уильям Фридкин, режиссер фильма «Изгоняющий дьявола», который нанял Баттерсона на роль техника в своем фильме, позже заявил, что Баттерсон признавался в совершении неразгаданных убийств. Однако эти заявления не были ничем подкреплены. В 2003-м Баттерсона освободили, а в 2008-м дело о его досрочном освобождении было закрыто. Сегодня неизвестно наверняка, жив он или мертв. Уильям Генри Ханс, бывший морской пехотинец. Впоследствии водитель грузовика. Начал свой преступный разгул в 1978 году. Все четыре его жертвы были женщинами. В полицию пришло письмо от сил зла, написанное вымышленной бандой, состоящей из семи белых мужчин, которая держала в заложниках темнокожую женщину. Они грозились убить ее, если в ближайшее время полицейские не схватят душителя чулками. В то время еще одна серия убийств потрясла Джорджию. Этого человека не показали в «Охотниках за разумом», но его подозревали в убийствах семи пожилых белых женщин. Хансен использовал эту ситуацию, чтобы отвести внимание от себя и своих жестоких убийств. Две его жертвы были чернокожие работницы секс-индустрии и еще две жены военных. Хотя по одному из этих убийств обвинение не было выдвинуто. Роберт Ресслер должен был составить психологический портрет Хансена. На основании писем и телефонных звонков он выяснил, что убийца был один, а не семеро. Он был черным, а не белым. Одинокий, без образования и, скорее всего, низкого военного чина в возрасте около 30 лет. Благодаря этому профилю полицейские начали посещать бары, в которых часто бывали чернокожие и смогли быстро установить личность Ханса. И арестовали его. Профиль, составленный Ресслером, помог сузить список подозреваемых. Ханса казнили на электрическом стуле в 1994. Прекратите! Если говорить об убийствах, то я никого не убивал. Хотя его только обвиняли в совершении двух убийств, 22 убийства из 28 совершенных в Атлантии в период с 1979 по 1981 приписывают Бертрану, воодушевленный музыкальный менеджер. Бертран заманивал к себе мальчиков и душил их. Однако его обвинили и в убийстве двух взрослых мужчин. На жертвах были найдены волосы и волокна, совпавшие с волосами, найденными в доме Уильямса, в его машине и на его собаке. Как показано в сериале, сначала он был только подозреваемым, когда полиция вела наблюдение за местом через реку Четахухи и услышала всплеск воды. Затем они увидели машину Уильямса, пересекающую мост. Полиции он рассказал, что проверял адрес потенциального певца. Но адрес, который он дал полиции, оказался выдуманным. До сегодняшнего дня Уильямс продолжает убеждать нас в своей невиновности. Запросы на повторное судебное разбирательство в 2006-м было отклонено федеральным судьей. Адвокат Уильямса заявил, что волокна от ковра, которые использовали в качестве доказательств, вины Уильямса не выдержат научной проверки и что полиция скрыла доказательства, которые могли установить в причастности к Уклус-клана. Сейчас Уильямсу 61. Он отбывает наказание в государственной тюрьме в Джорджии. На сегодня все. Надеюсь, я смог рассказать что-то новое для тех, кто уже смотрел сериал. Или смотивировать посмотреть этот потрясающий сериал. Конечно же, мы должны поблагодарить Финчера и его команду за этот потрясающий проект, рассказывающий о внутренней работе ФБР по поиску серийных преступников. Также я хотел бы выразить особую благодарность иллюстратору сегодняшнего выпуска. Иллюстрации сегодня просто безукоризненно. Ссылка в описании. Также я хотел бы поблагодарить всех тех, кто финансово поддерживает мой канал. Спонсоры сегодняшнего выпуска. Спасибо за вашу финансовую поддержку. Не забывайте ставить лайки, нажимать на колокольчик, подписываться на канал. И обязательно пишите в комментариях, как вы относитесь к сериалу Охотник за разумом и какой из серийных убийц сегодня заинтриговал вас больше всего. В ожидании будущих серий вы можете посмотреть другие выпуски на моем канале. Спасибо, что досмотрели до самого конца. Меня зовут Фауст 21 века. И помните, мир, он не такой добрый, как вам кажется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok